Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. Последние недели очень много вопросов о том, где найти технические характеристики по продукции Verity. Моторные масла, трансмиссионные, двухтактные, четырехтактные автохимии. Всю эту неделю начинается в понедельник. На нашем сайте, ссылку на который размещу в описании к этому видео, в самой верхней его части в описании, в разделе каталог, в разделе моторные масла Verity, мы будем размещать каждый товар на позиции два PDF-файла. Первый PDF-файл – это декларация соответствия на русском языке, действующая для России по продукции Verity, по всей. А второй файл – это TDS – технические характеристики продукта. Они будут на английском языке, в таком виде нам предоставил их Sanvika Saykogio, это завод-изготовитель продукции Verity. Это еще раз напомню этого бренда. TDS-ки будут на английском, мы их постепенно переведем на русский язык до конца этого года, или, может быть, до января, там, следующего года программистам я ожидал задания, они помаленечку будут переводить. В принципе, тут основные данные есть, вам больше ничего не нужно, и знания русского, в общем-то, здесь нет необходимости в знании русского языка. Тут есть основные данные по плотности при 15, цвет, температура вспышки, кинематическая вязкость при 100-40, индекс вязкости, температура застывания. Больше вам, по большому счету, ничего не нужно. Так же еще раз напомню, выглядит TDS. Это все можно будет скачать до конца этой недели. Все, это будет каждый товар на позиции на нашем сайте, в разделе Verity, добавленный PDF. Открываете по ссылке, которая будет в описании, каталог Verity, заходите в любую товарную позицию, там же ее можно, кстати, купить, пролистываете вниз, расширяете внизу дополнительное описание и скачиваете два этих PDF-файла, если вам в этом есть необходимость. Смотрите на их характеристики по продуктам. Новые продукты будут добавляться, будем добавлять, соответственно, TDS. MSDS, они тоже есть, их может предоставить основные косы, конечно же, естественно, но мы их добавлять, наверное, в ближайшее время не будем. Не вижу в этом необходимости, потому что понятно, кто производит, и технические характеристики этого будет вполне достаточно. Что касается продукта Verity, он очень популярен стал для частных лиц в Новосибирске, и, честно говоря, я вот на самом деле не ожидал такого ажиотажа. Вообще мы рассчитывали, что первая партия, достаточно большая партия, она у нас будет продаваться в течение первых двух месяцев, как-то люди приноровятся, но на самом деле все 5.30, 0.20 выхватили сразу, за первую неделю, вот партия вторая идет, большая, и мы уже запасом взяли, потому что какой-то прям дикий ажиотаж на эти продукты. Может быть связано с тем, что Castle для 25.30 у нас закончился в 4-шках, литрушках, поэтому, может быть, с этим связано. В общем, люди очень хорошо восприняли этот бренд, и, может быть, еще на Востоке он, потому что хорошо развит, а в Новосибирске люди покупали там, и сейчас он есть у нас, поэтому берут у нас, ну не знаю. В общем, хорошо пошел бренд, все нормально. А что касается TDS и вообще MSDS в Японии. В Японии не как в Европе. В Европе все крупные производители, крупнейшие Xanmobil, Royal Dutch Elton, BP, они все абсолютно размещают на сайтах на своих всегда TDS и MSDS. Это считается нормой, такой, этикетом среди производителей крупных. Поэтому, конечно же, все это в свободном доступе есть. В Японии это не принято делать. Единственный крупный производитель, крупный, вернее, заказчик OEM, который заказывает у других производителей, это Toyota. Они размещают MSDS на своем сайте, в свободном доступе, и указывают производители там, либо это ENG, либо там Edemitsu, либо это Cosmo. Они указывают, честно, это все в MSDS, как везде. Это единственные производители. Единственные, вернее, заказчики, которые указывают MSDS, вернее, размещают из MSDS в свободном доступе. Nissan, Mazda, Suzuki, Isuzu и другие в Японии, автопроизводители, которые заказывают свою OEM-продукцию у крупнейших перерабатывающих структур японских, у Edemitsu, у Neos, у Cosmo, они MSDS также не размещают. Попробуйте найти Honda MSDS в Японии или Nissan. Их нету просто, потому что никому это не нужно, никто это не запрашивает. В свободном доступе их нигде нет. Другие производители, типа Chugaya, тоже не размещают MSDS продуктов блендерных, которых они делают под этикетку. Это как-то не принято. Поэтому этого нет. Конкуренты основные у Verity в Японии их не так много. Например, у HKS, MSDS их тоже ни сега нету. HKS тоже приспортированный бренд на маркетинге, который работает. И хрен идешь. Что еще? По Vakossu. По Vakossu MSDS найти можно. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте. Там регистрация какая-то, через Костылев все это делается. Там хрен зарегистрируешь на самом деле. Но это можно сделать и можно MSDS получить. Но там не на все продукты они есть. Zero Sport, Zero SP тоже конкуренты Verity в Японии. По ним как бы есть кое-что там. Но это тоже надо через Пень-Калуда добывать. Поэтому как-то это в Японии не принято. И в общем-то это у них тяжело все. У меня есть MSDS и на Honda продукты некоторые, на Nissan. Потому что со мной ими поделились мои друзья, которые в Японии живут. Они со мной этими вещами делятся иногда, когда я прошу. Но это в открытом доступе. Еще раз напомню, этого нет. В частности, у меня вот есть MSDS на Green и на Next Honda, которых вообще в России ни у кого нет. Точно 100% абсолютно. Вот такая информация, такая некоторого рода закрытая, маркетинговая. У меня они есть. И оттуда мы, кстати, взяли с вами вязкостные характеристики этих продуктов, которые никто на самом деле не знал раньше. Вот. Что касается, еще раз, документов. Мы разместим до конца этой недели. Напомню, все будет там. И там же будет удобная форма заказа. Вы можете там заказать продукт. Там цены всегда актуальны на Verity на нашем сайте. Поэтому заказывайте. С вами связывается менеджер. Оформляйте заказ. Получайте свой продукт. На Озон мы эти продукты обязательно добавим. Но чуть-чуть позже мы ждем большую партию. Потому что первую тупо разобрали. Все ходовые продукты. 0,20, 5,30. Разобрали сразу. Осталось их там совсем немного. Не для Озона точно сейчас их не хватит. Поэтому на Озон мы отправим вторую партию большую, которую получаем в ближайшее время. На этом все. С вами Антон Воронков. Вы на канале MyGT.RU. Подпишите, поставьте лайки. Жмите колокольчики. Подпишитесь на меня на Дзене. Для чего? Потому что сейчас на Дзене размещаются все наши видео раньше, чем на Ютубе. Это для многих будет интересно пораньше посмотреть. Всем пока.